Координационный штаб оппозиции собирает 60 миллионов евро, чтобы гарантированно в течение одного года свалить этот режим. И те люди, которые сделают свои инвестиции в новое будущее нашей страны, должны получить вознаграждение. Те суммы, которые я называю, выглядят фантастическими, но я вам сейчас, что называется, очень просто покажу, что это не фантастика, это не лохотрон, это абсолютная реальность. На 60 миллионов евро, которые мы собираем, мы планируем выплатить премиальные в размере 2 миллиарда евро. 2 миллиарда евро тем, кто будет участвовать в финансировании, инвестировании этого проекта. Что такое 2 миллиарда евро, уважаемые друзья? Как вы знаете, недавно племянник Кайрат Сатабалды якобы вернул нашей стране 1,5 миллиарда евро. Это заверение самого Тукаева. Конечно, мы же не видим этих денег, он возвращает вроде какими-то активами, но все равно. 1,5 миллиарда евро один племянник, и вы знаете, что он отдал только ничтожную его часть. У самого Нурсултана Назарбаева минимум 200 миллиардов долларов. Тимур Кулебаев тоже супермиллиардер. Вот на поверхности гигантские деньги, которые сосредоточены в руках политической верхушки, в том числе и Тукаева. Очень скоро такая по своему богатству приблизится к богатству Назарбаева. Это не их деньги, уважаемые друзья, это ваши деньги. Каждый день эти люди крадут сотни миллионов долларов у вас, именно у нашей страны и у наших граждан. И поэтому все те, кто будут финансировать этот проект, это коммерческий по сути дела проект, они должны получить вознаграждение. То есть вы инвестируете 60 миллионов евро и в течение одного года получаете 2 миллиарда евро. Ну опять вы можете сказать фантастически, но посмотрите, если Хайрат Сатабалды вернул полтора миллиарда евро. В национальных резервах у нас свыше 90 миллиардов долларов. То есть это абсолютно все реально. Это ничтожная часть, которая должна быть выплачена тем людям, которые участвуют в этом проекте, меняют нашу страну, финансово поддерживают, рискуют. А вы знаете, что любой риск должен быть оплачен, тем более, когда все лежит на поверхности. Что делают различные финансовые компании, финансовые так называемые пирамиды? Вы их не знаете, кто они, бизнесмена или нет. Вы не знаете, в какие проекты они инвестируют, деньги. Вам просто некие люди обещают большие доходы и многие из вас бегут вкладывать средства, значительные средства. Вы продаете дома, свои квартиры, свои сбережения, сбрасываете в эти финансовые пирамиды. Власть ничего не делает, прекрасно понимая, что эти люди не способны обеспечить такую доходность. И они крышуются местными ментами в каждом регионе. И до тех пор, пока они не заявят, что не в состоянии вам выплачивать ваши деньги, они продолжают и будут продолжать собирать деньги от населения. Здесь вы можете увидеть абсолютно другую реальность. Я известный бизнесмен, один из крупнейших бизнесменов нашей страны был. Создавал банки, имел самые разные проекты не только в Казахстане, но и во многих странах мира. Это первое. Общее мое состояние было, весь мой бизнес оценивался свыше 20 миллиардов долларов, которые у меня захватил режим Назарбаева-Тукаева. И понятно, за мной огромный послужной список работы на посту министра. То есть у меня огромные знания, гигантский навык. И смотрите, что я вам предлагаю. Я вам говорю, вы инвестируете 60 миллионов евро, и вот перед вами миллиарды долларов, которые украли у народа. И эту часть, только небольшую, 2 миллиарда евро, в обмен на 60 миллионов евро вы получаете в качестве вознаграждения. Абсолютно реально. Когда вы кладете деньги в финансовую пирамиду, вы вообще ничего не знаете. Здесь вы видите человека, у которого гигантский опыт государственного управления, бизнеса. Я больше 20 лет борюсь с этим режимом. Сжег все свое состояние и каждый день рискуем. Это совершенно другая ситуация. И когда вам кто-то будет говорить, что это лохотрон, обман и так далее, посмотрите, что перед вами. Вы инвестируете 60 миллионов, 2 миллиарда евро на поверхности лежит. И что дальше? Когда власть падет, те люди, которые просто придут на митинг, будут участвовать, получат по 5 миллионов тенге. Те люди, которые создадут ячейки, получат по 100 тысяч долларов или по 50 миллионов тенге. Вы видите, это все реально. Все ресурсы есть в нашей стране. То есть, как падает режим, вы не только получаете свои инвестиции с большим доходом, но вы, участвуя в ячейках, участвуя в разных группах сопротивления, получаете по 100 тысяч долларов. Вам списывают кредиты, потребительские кредиты и часть ипотечных. У нас меняется страна. Люди сразу, буквально через несколько месяцев, начинают получать несколько раз больше заработную плату. Все те, кто сомневается, посмотрите мои эфиры. И я говорю, что это не какое-то, скажем, придумывание, а эти деньги сейчас есть в нашей стране. Например, нефтяник в мире получает по 10 тысяч долларов, наши кое-как по 500, по 1000 долларов. Это абсолютная реальность. Вы понимаете, что изменится в нашей стране, когда падет режим? Все, абсолютно, мгновенно. И поэтому вот эти инвестиции в размере 60 миллионов евро имеют такую гигантскую отдачу. Мало того, что в обмен на 60 миллионов люди, кто инвестировал, получат 2 миллиарда, они получат еще другие возможности. И фактически мы получим демократическую страну, когда именно наш народ будет контролировать власть. И все это в этом фильме описано. Уважаемые друзья, я призываю тех, кто готов действовать, кто нам верит, кто верит, что будут перемены. И кто готов действовать, активнее участвовать, потому что мы в этом фильме показали градацию. Все, кто успеет поучаствовать, инвестировать эквивалент 2 миллиона евро или миллиард тенге, они получат возврат по коэффициенту 100. От 2 до 20 миллионов, кто успеет инвестировать, уже коэффициент в 2 раза меньше, коэффициент 50. И так далее. В этом фильме все пояснено. То есть источники есть. 200 миллиардов долларов самого Назарбаева. Они, кстати, из них половина находится в стране. Свыше 90 миллиардов это национальные резервы нашей страны. И ежегодно эта группа бандитов во власти крадет минимум 30 миллиардов долларов. То есть гигантские деньги будут в наших руках в распоряжении народа. И то вознаграждение, которое будет выплачено участникам этого большого проекта, это ничтожная часть того, что будет под контролем нашего народа.